Здравствуйте дорогие друзья! Примерно полтора года у меня успешно работает вот такой вот датчик для растений, который называется мифлора. И наконец я созрел для испытаний другого датчика, который выполнен в форме цветочного горшка и называется робот. Кстати, ввиду того, что видео отдельно под этот датчик я не делал, то в этом обзоре расскажу и про него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 5 вольт у него напряжение зарядки в порт microUSB и емкость внутреннего аккумулятора 350 мАч. Этой емкости по заявлению производителя должно хватать примерно на 2-3 месяца работы от одной зарядки. Комплект поставки у обоих версий одинаков. Это собственно сам горшок, тарелочка под него, microUSB кабель зарядный длиной 1 метр и соответственно инструкции. На английском языке в глобальной версии и на китайском языке в китайской версии. Небольшой такой вот буклетик, буквально на 4 разворота. Из полезного здесь только светоиндикация диода горшка, какое моргание что обозначает. Давайте рассмотрим, что собой представляет этот горшок. Внешне обычный стандартный цветочный горшок. Здесь у нас отверстие для слива воды. Стоит он на тарелочке, куда сливается вода. Отличие от стандартного горшка это вот такой вот светоиндикатор, который выполнен в форме не то ананаса, не то какой-то мордочки лисицы и сзади порт microUSB. Внутри горшка находятся три металлических штыря, которые собственно и осуществляют анализ почвы, выводя ее показатели. Что же касается датчика Miflora. У него здесь точно такой же есть логотип, правда он не светится. Он выполнен в форме вот такого вот стика с двумя пластинами. Эти пластины в грунт опускаются в обычном цветочном горшке. То есть он в принципе не имеет ограничений по размеру горшка. Только в самое маленькое он не влезет. Так он может быть в любых горшках. Сверху у него находится вот такой вот индикатор. Он выполняет роль светодиода. Также он является датчиком освещенности. Внутри него снимается крышка. Находится элемент CR2032. Плоская батарейка трехвольтовая. Мне хватило ее, я использую полтора года. Хватило одной батарейки. Вот эта вторая батарейка, я ее поменял буквально два месяца назад. Вот таким образом датчик Miflora устанавливается в любой, даже большой цветочный горшок. Опущенные пластины будут анализировать почву. Сверху находится датчик освещенности и датчик температуры. Управление этими гаджетами, производитель здесь не Xiaomi, эти просто устройства ходят в экосистему, можно осуществлять разными способами. Первый способ – это оригинальное приложение. Приложение называется Flower Care, и когда-то оно было полностью на китайском языке, зато теперь локализировано. Для подключения можно использовать Mi Account. В местоположении я выбрал материковый Китай. Датчик Miflora у меня уже был подключен. Датчик Miflora регистрирует четыре показателя – влажность и фертильность почвы, температуру и освещенность. Все эти показатели сохраняются, и их можно посмотреть в разрезе дня, недели и месяца. Для добавления нового датчика надо нажать на кнопку с изображением плюса, выбрать тип – датчик или горшок, и дождаться завершения процесса сканирования. Выбрать тип растения, и в списке появится новое устройство. В отличие от датчика, горшок фиксирует только два показателя – влажность и фертильность. В настройках можно установить вручную необходимые параметры для растения, просмотреть отчет и узнать процент заряда аккумулятора. В случае пониженной влажности или фертильности почвы, горшок сообщит об этом желтыми и или голубыми световыми импульсами, что позволяет не контролировать постоянно приложение. Обновить прошивку на цветочном горшке, как бы дико это ни звучало, теперь обыденность. Большая часть текста, касающегося растений, на английском, но все равно приятнее китайского, хотя есть и русские тексты, довольно забавные. Также устройство можно подключать к MeHome. Правда, в отличие от оригинального приложения, у меня подключилась только китайская версия, очевидно, из-за установки материкового Китая. Информация тут, на первый взгляд, та же самая – два параметра для горшка и четыре для датчика. Но возможностей в MeHome больше. В первую очередь, доступ. Если у вас есть устройства с Bluetooth-шлюзом, а в экосистеме их сейчас довольно много, то контролировать данные с датчика вы можете из любой точки мира, а не только рядом с устройствами. В плагине будет переключатель, работать по Bluetooth-шлюзу или напрямую. Кроме этого, устройства могут служить условиями сценариев, например, для уведомлений при превышении или понижении каждого из четырех параметров для датчика или двух для горшка. Контролировать устройство можно и из альтернативных систем, того же Home Assistant. При наличии Bluetooth-интерфейса на управляющем компьютере, например, Raspberry Pi 3+. Для этого при помощи BLE-сканера на смартфоне, либо при активации режима трекинга Bluetooth-устройств в файле Configuration YAML, который выводит в этот файл все обнаруженные в зоне действия гаджеты, получить MAC-адреса устройств. На работу в MeHome и оригинальном приложении это никак не скажется. После этого создаем сенсоры на платформе MiFlor, в которых указывается обнаруженный MAC-адрес, дополнительные настройки типа форсирования данных и медианы, которые выравнивают всплески значений, и перечисляем параметры для мониторинга, дополнительно добавив уровень заряда батарейки. На основе этого можно создавать новые сущности – растения, которые представляют собой перечень сенсоров контроля. Это нужно для удобства отображения, как в стандартном интерфейсе, так и в альтернативном LowLace. Еще один минус горшкам – мало того, что параметров у них и так меньше, так еще и платформа в Home Assistant понимает только заряд аккумулятора. С датчиком MiFlor все параметры работают корректно. Для интерфейса LowLace существует отдельный тип карт для растений, где прописывается сразу растение и выводятся все его параметры. Карта выглядит так же, как и в стандартном интерфейсе Home Assistant. В качестве бонуса расскажу, как транслировать показания датчиков между разными инстанциями Home Assistant. Пригодится, когда их несколько, например, при использовании дополнительного сервера с Bluetooth для контроля растений. Для этого на инстанции, которая опрашивает датчики, нужно активировать внешний API, прописав в разделе HTTP IP Password. После этого нужно перезагрузить систему. Далее на подключающихся системах создаем новые сенсоры на платформе REST, указывая адрес сервера, название сенсора на нем и прописанный пароль. Далее нужно прописать свое название сенсора, тип и единицы измерения сенсоров. Растения создаются аналогично основной системе. Таким образом можно сделать разветвленную систему, где центральный сервер будет опрашивать удаленные инстанции или просто совмещенный пользовательский интерфейс. Итак, мое мнение. Горшок или датчик? Все же датчик здесь выигрывает, как более практичный. Да и стоит он примерно раза в два дешевле. Использовать его можно в любых горшках, вне зависимости от их размеров, да и даже просто напрямую в грядке. Более того, я считаю, что уровень освещенности и температура не менее важные показатели для нормального взращивания растений, как и фертильность почвы и ее влажность. Если вы используете систему Home Assistant, как я, то работа этого датчика более корректна. Хотя я надеюсь, что горшок тоже рано или поздно нормально интегрирует в эту систему. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!